всем привет с вами и канал замуж за чеха наконец-таки долгожданный домашний влог а именно влог с нашего сада и огорода сегодня у нас середина апреля 15 апреля и давайте посмотрим что я уже посадила что у нас цветет что у нас уже отсвело в общем как всегда такая будет экскурсия по нашему саду и немножко может быть тоже поболтаем о проблемах садоводства в чехии ну в общем будет интересно я начинаю поехали давайте обойдем вокруг дома я буду комментировать и покажу что у нас сейчас уже влезла что еще нет в общем поехали пробежимся вокруг увидели у нас вот такая кормушечка очень много зверей прилетает сюда разных и голубей в том числе такие рыдлички это у меня на рекреации домашние кофе вот такой у меня деревца но здесь у меня так отдыхает я потом его поставлю в другое место внесла его подышать но здесь у нас так называемый лес это уже говорила но единственная здесь проблема то что из-за корней вот от этого огромнейшего дерева которому мы хотим немножечко срезать верхушку в этом году чтобы она нам так не 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 рвалось аж прям дико наверх что очень сильно растет здесь ничего не растет из-за корней практически не растет ну вот кое-что пытаюсь сажать кое-что принимается парадоксально кое-что нет ландыши там проклюнуть проклюваются вереск это папоротники в общем так вот вот уже видите это это ландыши ну вот здесь тоже ландыши вот вылезают видите уже скоро даже будут цвести что-то уже цветет видите ну и вот это деревце тоже ждет посадочки это если вы смотрели мои новогодние влоги то вот собственно я так иногда покупаю раз в год к рождеству и вот в горшочках уже магазинах маленькие такие деревца но и потом их высаживаю вот собственно вот это тоже дерево было когда-то лет на пять назад может быть не больше тоже маленьким вот там тоже еще одна деревца так вот это тоже было у нас она правда немножечко не совсем симметрично из-за того что от елки большой вот здесь тень поэтому она у нас такое в общем-то не совсем общем корявенькой но ничего мы его и таким любим ведь какой прирост в этом году а это у меня пихтичка я ее обрезаю каждый год то есть формирую крону так как мне нужно я хочу эту стену закрыть так вот здесь мне тоже скоро будет цвести и вот я опустила специально такую лиану ползучую вот на стену потому что я хочу чтобы меня здесь она заплела таким образом всю эту стену так едем дальше наши ты такие уже большие 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 вот и давайте посмотрим вот здесь у меня такая и маленькая школка тоже я посадил уже лапе ли очень много купил белой лапе ли она я очень люблю но вот я даже не обратно что купил именно белую то что я высаживал и голубую и розовую а вот это прям беленькая кстати покажу уже кое-где цветет она а это у меня гортензии вот одна и пересадилась от передушки из дома там она как-то не подмерзла а ну вот это вот это вторая потом покажу когда будут свисте ну вот и вот эти вот грибочки везде у меня понатыка на это собственно от имра из хайвиза так ну вот здесь у меня вот такой вот да сделанный маленький огородик а вот здесь это эксперимент не знаю если получится в этом горшочке посадила лили купила 3 луковички не знаю если вылезут посмотрим по крайней мере про экспериментируем так ну что здесь у нас видите тоже какой весенний прирост вот эта елочка когда-то мы купили в германии тоже к новому году в гашке правда вот посадили но очень медленно растет так что нормально здесь флоксина уже видите вылезают флокс и ирис и вот клематисики вот вот один а вот здесь клематис другой вот пустил вам три или сколько четыре новых побега я их обрезаю степенно эти должны обрезаться на на осень так это лилейник такой большущий а вот здесь кстати хуста прощения прошу очень много пыли аллергия пыльцы точнее пыль пыл по чешские пыльца могут светит и уже все уже на препаратах так вот эта хоста вылезет тоже потом она хорошо разрастается лавандала признаюсь не умею обрезать парафан в этом деле еще как-то она у меня вот так вот выглядит может не очень здесь кажется света еще мало солнца так вот еще одна лобелия у меня в горшочке здесь стоит вот они тоже грибочки от имра есть у меня здесь понатыканы лапочки солнечные я вам потом покажу как начнет немножечко темнеть уже как они у меня рассветит начнут светить вот таких завесных ведерочках у меня тоже лобелия это еще не цветет это еще не цветет так ну вот это мы тоже хвост я обломала я все что можно у нас в нашем доме отбила и разбила поэтому этот птичка у нас уже без хвоста так едем дальше что у нас здесь решила вот такие как уж они называются всякие чем у меня понимаете такие растеница я решила размножить вот в таком горшочке керамическом так как у меня вот здесь получилось мне это так нравится так но тоже хвоста она очень большая потом у меня вообще буквально вообще все вот это вот пространство она потом закрывает здесь у меня тимьян он уже старый достаточно от него вот видите как хорошо принялся в этот тимьянчик я здесь делала решила такой как маленький но скалка не скалка то есть такая как альпийская горка не горка потому что когда сидим вот здесь у нас такая посадочная зона вот здесь кошка идет чечина . маме чеча вам привет передает когда сидим вот здесь за столом то естественно вот это попадает в поле зрения мне не хочет чтобы здесь была всякая морковка так далее я вот решил сделать такую маленькую зону которая была в корреспонденции вот с этим камешками которыми мы высыпали дорожки я здесь вот тоже выложила потом это разрастется то есть тимьян классические да это моя ранка классическая а это тимьян друзья мои цитрусовый такой я первый раз честно говоря видела такой нашла тимьян и засадил нужен в два раза на разорез очень здорово реально вкусу именно вот как бы цитрусовый очень здорово так ну здесь каланхолий как он называется то что повин у меня разрастется из тоже как и называется плазивка или как как в общем вы меня поняли ягод профану знаете в названиях если мне тоже такая скальничка надеюсь разрастется так папоротнички вот там один вот там другой ну а здесь мой пересаженный розмарин единственное что как-то у него начали желтить листья я его пересадила пересадила кстати вы спрашивали то я вам показала мои два больших горка вот этот это первый горшок большой в которой я пересадила мой тимьян он сидел раньше вот в этом горшке теперь вот в такой большой пересадила поэтому он немножко перебаливает честно смотрю в принципе вроде бы как пустил новые побеги ну посмотрим может быть переживет так дальше мои грядочки мои грядочки значит вот здесь я учитывая что у меня такая зона разных трав тимьян розмарин майоранка то я хочу вот здесь естественно продолжить тему травяную такой блинково да у меня здесь посажена рукола вот где-то наверное так вот до половины вот здесь это морковка и вроде как наконец-таки месяц сидела вылезла вообще вот это вот часть грядок тоже катастрофично проблематичная потому что здесь туи растут это и пускает корни так что видите они даже попадаются и очень массивно проросли даже вот в эти грядки поэтому что-то сосаживать это очень конечно чтобы скопать это в общем большая работа но ты смотрю морковочка в принципе вылезла средне ранее но нам принципе достаточно так поесть не знаю все видите такие зелененькие штучки это морковка вылезла так здесь не такая разработанная зона где я вот ведь еще мне осталось пеларгони засадить вющиеся и обычные дома один помидор два еще три ну два может быть еще засаживать так а вот здесь у меня половина наполовину здесь у меня лучок засажен лучок на перо вот здесь вот по вот эту палочку а здесь что я здесь садила а укроп здесь у меня укроп засаженный так едем дальше в дис у нас а курник так называемый огуречник и за огуречником я вам тоже показал весной у нас здесь были но были они есть лучок да лучок на перо и я досыпал еще земли сюда и здесь у меня что здесь не растет кориандр точно я здесь засадила кориандр так не знаю что там рассказала я да здесь у меня морковка и рукла помимо вам сказала да так вот здесь тоже горшочки еще лучок на перо не знаю если вылезет посмотрим идем дальше так ну вид стройка идет вид отсюда как это это не петрушка это в общем тоже одна из приправ очень высокая вылезает очень большой я люблю в мясо добавлять очень вкусно к моя устружена кстати вам покажу сейчас один очень интересный лайфхак который возможно вы тоже возьмете себе на примет может быть вам тоже это в общем-то будет в помощь сейчас я вам покажу одну штучку вот такие пластиковые как уж это назвать типа да они сама они открывающиеся потому что есть те которые вы закроете и уже не откроете а это именно вот нажмете и откройте то есть но это можно я не знаю кабеля еще что какие-то шнуры видите вот таким образом намного удобнее и более здорово чем на веревочках то есть где мне подал милан и имеет иди очень понравилось так что если хотите вот вообще классненько то есть а осенью я это смогу снять и и использовать на следующий год но здесь у меня уже остатки тюльпанов остатки тюльпанчиков так ну вот смотрите мой огуречник в данный момент здесь пока еще ничего естественно огурцы не сами даже еще не купили во вторых я не сажала здесь у меня подготовлены гашки которые потом пойдут на окна с тоже пеларгониями и вот тоже кашпо потом будет завесное тоже потом пойдет в кашпо так что они здесь у меня спрятаны посмотрим может быть на эту ночь я тоже поставлю и другие цветы которые у меня вот здесь огороде в горшках подготовлены что сейчас похолодание идет мороза не должно быть но такое достаточно там до 2-5 градусов будет ночью и не дальше здесь у меня горшочки подготовлены на что-то посмотрим что еще что-то засажу а здесь у меня такая пока рабочая зона тоже видите еще сколько биомусора не не ликвидированного потому что просто не успеваете вот еще тоже целый здесь уже следующей части так но теперь посмотрим наши густарники если у меня смородинка я ее в этом году обрезала тоже прорезала хорошо там черная это белая самородина смотрите как у нас светит это черешня черешенька дай бог морозов особо уже вроде не должно быть будем надеюсь есть черешню в этом году в прошлом году мы ее обстригли обычно когда обстригая в тот год у нас урожаем небольшой хотя кого приезжает профессионал то есть знают как обрезать правильно но видно вот так как так получается но прошлом году по моему поели все таки у нас абрикусы все вымерзли это у меня черная смородина тоже я кустик прорезала но вот я прорезала смотрю молодые побеги резут резут еще это тоже под под загнулила как называется в общем специальное удобрение для ребиза то есть для чего для смородины и для крыжовника вот крыжовник нужно его тоже опрыскать потому что какая-то какой-то зверь нападает каждый год я не успеваю его по не поймать и он у меня абсолютно ликвидирует остаются одни только плоды и веточки следает все листья я не знаю на слезняков и не похоже но гусениц тоже не вижу но в общем не знаю какая-то фигня простите жрет тоже пустил новые веточки вот там так что я тоже я все очень сильно прорезала проредила прорезала вот вторая наша черешня видите надеюсь видно против солнышка все обливное одно и другое дерево что надеюсь надеюсь урожай у нас будет так ну а вот теперь эти кучки которые вдоль дома то собственно то что я еще некуда мне выкинуть потому что биотеки вам сказала ездить только раз две недели и естественно не успеваешь все заказировать поэтому я думаю что еще так ну несколько месяцев минимальным 2 может быть я это все буду ликвидировать так ну а вот смотрите абрикосики видите абрикосики абрикосики уже завязались вот здесь вот тоже абрикосики висят вот они видите так что много 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 надеюсь не не посбрасывает морозов как я сказал вроде бы уже не должно быть нужно будет еще опрыскать много абрикосиков будет прошлом году ни одного и не только у нас а вообще померзли все кругом вот здесь тоже то есть абрикосина уже отцвели уже отцвели но что-то что-то завязалось завязалось в общем посмотрим вот тоже здесь видно видите абрикосы так здесь у меня еще один кружевник соседи видите яблони цветет но правда это одна только а вторая вообще видно у них там вся мертвая не знаю нее вообще не убирают наконец-таки выкинут так ну вот видите тоже мне кучки 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 складированные так но здесь цветочки цветочки этом году я очень сильно прородила розы посмотрите кто помнит мои старые видео вот так вот я их вообще под ноль практически обновила и вот видите сколько здесь веток который тоже нужно нужно как-то пытаться удалить выкинуть так это наше тоже наше дерево которое мы да это было одно из деревьев которым мы покупали к новому году и тоже мы ее засадили обрезали верхушку чтобы она вверх не росла он так просто нам закрывает забор здесь но вот видите соседи вообще мертвая но чуть-чуть но все-таки конечно лучше под спад уже с как это за это дерево но не знаю что они с ним будут делать так погнали дальше тюльпанчики уже почти отсвели вот здесь у меня розы я наверное не знаю посмотрю минимально одну розу хочу пересадить куда назад посмотрим то что здесь как-то им не особо эти розы я вот совсем прям почти под ноль она пустила так вот это нужно здесь мне кошка видно лежит вот здесь лежит кошка и поэтому видите как потом это все выглядит поэтому нужно тоже обстричь я сюда особо еще не добралась так вот розочку я тоже вообще как бы изначально мы покупали стелющиеся роза была она ведь вот так вот как выросла на стелющиеся не похоже тоже разные папоротнички видите какой прирост дал вот один вот другой вот еще одна роза у меня на срезку которая папоротнички чем надо тоже и дополнить мульчевации от этой коры и ой я горшок нашла я его закидала ветками вот здесь вот точно мне нужен нужен он а я говорю куда-то подевался надо вытащить его так но здесь тоже вот так у нас выглядит роза вот кстати очень сильно я вот эту розу обрезала очень сильно но смотрю вроде хорошо пустила пустила побеги вот она еще одна розочка у нас так ну а здесь наш наш кедр ведь вот так землю мы покупаем у вьетнамцев таких пакетов 75 литровых больших и уже вот эти два пакета осталось четыре я уже уже потребовала уже все и еще нужно наверное думаю уже столько же купить видите вот био отпад биомусор один выкинула вот уже полный приедут на следующей неделе сейчас у нас понедельник то есть аж через неделю поэтому это будет стоять и потом быстро я заполнил естественно и потому что вот это все это конечно в общем давай я сожгу игру будешь дымить опять будут возникать соседи у нас есть один очень как всегда сосед найдется всегда какой-нибудь который будет делать проблему но вот видите вот такой у меня есть надо его лаком покрасить это от наших бывших хозяев этого дома достался вот такой деревянный горшок с горшок назовем это да с вот таких ножках нержавеющих такие же ножки у меня еще в подвале и вот такой горшок как я вам сказала вот я нашла наконец-таки он заваленный он там ветками не могла его найти вот посажу сюда еще тоже цветочки хвосты это был мой эксперимент который удался я их посадила в прошлом году в горшке и они у меня перезимовали правда в теплице хотя мама сказала что можно и просто их как бы положить на бок и нормально ну как бы на улице но я их все-таки убрала в теплицу поэтому видите это керамический горшок вот такая это у меня в обычном самозаливающемся но я тот второй горшок большого который купила я как раз таки хочу пересадить тоже в керамический чтобы они были как бы в одном стиле так здесь у меня уже висят тоже вющиеся пеларгонии здесь тоже моя перезимована вавшая это мои тоже мушкотики которые гортензии до пеларгонии пардон гортензии которые мне перезимовывают дома на окне я их обстригаю максимально и не дают свести зимой она мне потом очень классненько вот так вот потом уже большие вот это наверно года четыре я думаю что вот видите тоже у меня вот в таких горшках завесных тоже завешивающихся вот они лабили и вот уже начинает немножко цвести она потом разрастется мне очень нравится прям таким как ковром будет очень здорово так но если мы пройдем сюда здесь у меня такая зона правда он кошка уже наблюдает издалее еще кое-что здесь нужно будет под поду убрать но у меня пока таки как я грудицкий сад до такой здесь подготовлена то есть но очень нравится ответе использовать разные не знаю корзинки всякие вот такие супницы именно для цветов очень нравится в саду вот так вот у меня в корзиночке это тоже видите мушкаты которые потом разрастутся и вот можно будет поставить так вот тоже досталось нас на нас хозяев бывших такая лаза и тоже используем как цветочницу вот мы тоже перезимовавший цветочка это тоже перезимовавший так наш гриль видите какой он это пыльца это пыльца это еще ничего так и так эски хотел сказать так красиво выглядит гриль это спустя за ночь за ночь вот видите это все пыльца так что вот так красиво все у нас покрывается пыльцу сейчас еще покажу кошка тоже вся в пыльце да и кошка вся вот даже так посмотреть все вообще пыльные один день на улице так а вот здесь у нас посмотрите вот это тоже пыльца видите так вот за один день один день вот Так прекрасно у нас. Видите, сколько? Вот здесь. И вот весь желтый. Желтая подушка. Так что вот такая красота. И поэтому мы все жалуемся. Потому что, видите, аллергия уже в полном тоже разгаре. А я? Ахой! Мои помидорки здесь ждут своей участи. Нужно их потом будет пересадить тепличку. Вот это мои личные помидоры. Моя роса, да? Вот. И опять-таки аллергия вот здесь. Даже вот тоже начинает свести. Видите, вот я использую даже вот так вот обычные. Вот такая вот плетеная корзинка у меня осталась. И я туда посадила керамический горшок. Аллергия. Вот это тоже моя домашняя. Это тоже моя домашняя. Здесь у нас чича-мича наша кися. Хочу вам показать, как я использую тоже и кружки красивые. Вот они уже непригодные были для питья чая. Но я их использую именно тоже как в украшении сада. То есть они у меня здесь тоже в нем. Это тоже лобелий. Белый лобелий. Но, правда, приходится заливать, естественно, каждый день. Потому что, ну, в общем-то, проблема с тем, что у нас здесь солнце до обеда и быстро высыхает. Ну, вот так вот, друзья. Вот так выглядит мой сейчас сад в данный момент. В середине апреля. Работа еще, в общем-то, ну, так две трети работы сделана. Потому что, конечно, с одной стороны, я люблю, мне очень нравится что-то сажать. Мне нравится вот именно этот весь процесс, что вы посадите маленькое семечко, а потом у вас это, вы собираете урожай. Это вообще так, именно когда сам вырастешь, мне очень это нравится. Конечно, проблема мало земли. И дальше момент именно вот этой весенней работы, весна, она, конечно, очень напряженная. Потому что именно весной очень много-много-много работы. Потому что то, что посеешь, как говорится, то потом и пожнешь, да. Поэтому очень много работы именно сейчас. А потом вы уже, уже в этот лето спокойно только поливаете и только там опрыскиваете что-то и так далее. То есть, как бы вот сейчас именно идет основная работа. Поэтому, конечно, приходится надо себя заставлять это все сажать. Ну, а проблема садоводства, как я вам сказала, какая. Это вот увидели у соседей, собственно, деревья, которых они вообще не заботятся. Единственное, он сам как-то обстригает. Жутким образом, конечно, неправильно так, как это должно быть. Это, точнее, не так, как оно должно быть. Поэтому, естественно, у нас последних, наверное, два года мох, которым болеют все его деревья, вот эти две яблони, они перекинулись на наш забор и на наши деревья. Поэтому мне пришлось весной железным купоросом все это обрабатывать. Ну, мне кажется, вот на забор помогло. А на стволы, конечно, придется, наверное, не знаю, если можно несколько раз за сезон обрабатывать, посмотрим. Но как бы меньше, но все равно еще есть. Это, конечно, меня очень напрягает. И, конечно, здесь столько много паразитов, я вообще этого, с другой стороны, не могу понять. Вроде бы, как никто особо ничего не выращивает, но столько паразитов, вы просто не можете себе это представить. Лук невозможно выращивать. Какие-то эти вот мухи, которые жрут это все, все, ни парей не могу. Никаких, кроме, наверное, нескольких видов на перо, вот это можно. Чеснок, по-моему, тоже мне не получался выращивать. Потом капусту никакую не могу. Я очень люблю брокколи, не получается, прилетает. Я даже, друзья мои, опрыскиваю. Всякие средства, черт знает какие, простите меня за это выражение, ничего не берет просто. Капусту не могу, все сжирают. У меня даже сжирают бархатцы цветы, я вам показывала. Прикол то, что вот эти помидоры, которые вы видите, почему они, собственно, не стоят здесь на столе, ждут своей очереди, потому что они у меня были спокойненько стояли в огуречнике, ждали своей очереди. Тут я, значит, пару дней не ходила в этот огуречник, прихожу, смотрю, и один помидор вообще под ноль, другому, нет, два были под ноль, а другому, третьему отгрызанная была верхушка. И видно явно, что это слизняки, потому что, ну, видно, что просто как они ползли, то есть вот это вот слизь их и так далее. Я думаю, ну, елки-палки, как бы, то есть, я не жадная. Я поделюсь едой. Давайте я вам на одно место куда-то буду складывать, что вам нравится, только не трогайте мои растения. Шутка, шутка, но я не говорю, чтобы я вот игла не могу поймать. Вот в чем дело. Знаете, как бывают у них троскозняки, то есть их натыкаешься на них, там, где ты их можешь найти. Здесь же их вообще не видно. То есть они пожрут ночью, залезут и тихо. Вот, говорю, у меня под ноль съедают все бархатцы, казалось бы. Да, бархатцы все-таки растения, которые, ну, типа, вроде бы, да, как практически никаких паразитов, оказывается, есть. Очень нравятся слизнякам. Оказывается, помидоры тоже, поэтому я их переставила сюда, потому что там, я не знаю, если бы сожрали мне вообще все остальные, потому что эти помидоры, почему, собственно, я их выращиваю, потому что это наши любимые большие мега помидоры. Смотрите мои видео, ссылочки я вам тоже брошу. В описании к этому видео первым прикрепленным комментариям, что мы очень любим большие помидоры. И черри. Один вид мы нашли, один сорт, который нам очень нравится. Их очень много. Они до самой верхушки, они очень высокие. И очень много вот этих плодов, длинные плодоножки с большим количеством сладких-сладких помидоринок. Эти сорта мы уже как-то так с Миланчиком выбрали, нам нравятся. И вот это я выращиваю сама, потому что эти помидорки нам нравятся. Но мы закупаемся, естественно, рассадой. Еще подкупаю пару помидор, которые сажаю на улицу. Это уже обычного размера, которые я использую либо, когда делаю кетчуп, либо они как бы, все-таки покупаете рассаду, она чаще всего уже большая по размеру, потому что я сажаю относительно позже, чем, наверное, нужно было. Никогда не успеваю подхватить это начало. Поэтому эта рассада полотная, она немножко больше, чем моя. Поэтому она, естественно, начинает приносить плоды, плодононосить раньше. Поэтому я эти помидоры покупно использую для начала, чтобы раньше начать потреблять, а потом уже подключаются наши помидоры. Поэтому я и выращиваю свои помидорки. Особо мороку как-то уже привыкла, потому что это же... Я раньше сажала, друзья, и каких-то 30, и 40 помидор было. Я тут все кругом усаживала, половину сдыхала, потому что мало солнца, естественно. Сейчас говорю, ну что, как бы в теплицу там войдет, ну сколько, ну 8, ну 10 помидор, может даже и нет. Ну тут 4 посажу, пару в самозаливающиеся горшки. У меня очень хорошо отработанная методика в самозаливающиеся горшки. И вот ставлю их, например, туда вперед, там у нас солнца много. То есть как-то вот так вот, потому что земли у нас, конечно, мало, и земля некачественная. Как я вам сказала, 6 мешков 75-литровых мы уже привезли, и по ходу дела нужно, наверное, еще купить столько же, потому что нужно дополнять, каждый год дополняя ее в огуречник и в помидорник. Поэтому, в общем, вот такие дела. Поэтому проблемы вот садоводства, наверное, как я сказала, в том числе и это заболевания разные. Кстати, очень проблематично тоже мненилиоз, по-моему, называется, да, у абрикосов такое, это, по-моему, грибковое заболевание. И очень много здесь деревьев. Я вот когда гуляю, мы по нашему здесь округу, я вижу многих абрикосы больные и очень сильно. Поэтому, в общем-то, это и наши деревья тоже, к сожалению, не обходит ни в такой мере, конечно, потому что мы все-таки прыскаем. Но тяжело очень, тяжело очень сохранить здоровые растения, когда кругом у всех паразитируют, как сказать, паразитируют паразиты, да, во всю силу, и никто с этим ничего не делает. Знаете, как бы пару раз вот знакомые наши, как бы чехи, не чехи, когда приезжали к нам или приезжают, или приходят, о, помидоры, о, как классно, там столько урожая, все, то есть, типа, дай помидоры, окей, я им дала помидоры, даже рассаду давала классную. Либо они думали, что это так просто, знаете, там, ну, ладно, купил рассаду, сам вырастил, посадил, и потом помидоры вам будут, и вообще, то есть, нужно друзьям они только посадить, но и ухаживать за этими вещами. Как вот пример даже, да, эта главврач была в Марианских лазнях, я принесла на работу угостить эти большие наши любимые помидоры. И помню главврачу, о, помидоры, как классно, она взяла мужу домой, это чешка была, да, значит, ему это понравилось очень, и он ей поставил огромную теплицу, ну, еще строительная ферма, так что это там быстренько ей наворотило огромную теплицу, естественно, они закупились, конечно же, она не сажала, она сама, она закупились уже готовыми саженцами, посадила, ну, и она думала, что посадила, и там помидоры вот такие будут расти, естественно, во-первых, у всех маникюры там и так далее, а кто у кого сад-огород и знает, что маникюр и, в общем, такой вид и сад, это две вещи очень тяжело совместимы, поэтому, собственно, я, когда вот у меня такой маникюр, естественно, мне приходится 3-3-4 перчаток одеваю разных, вплоть до медицинских, потом еще резиновые, потом еще одни более плотные и еще тряпочные, то есть у меня минимально 4 рукавиц, чтобы хоть как-то сохранить руки, потому что, ну, работаю с пациентами, как бы я не могу, да, ходить с потрескавшимися черными руками, поэтому, конечно, никому этого не хочется, и понятно, что главврач посадила эти помидоры, они у нее там сами росли, естественно, она потом удивлялась, ой, как же так, в общем, они приехали там как-то в отпуск, они там вообще какие-то у нее много и мелких, ну, потому что нужно пасынки убирать, нужно обрыскать, потому что они потом у нее заболели, сдохли, в общем, я не знаю, как это закончилось, потом, как бы, вот, потом еще там тоже друзья были, которые тоже, наверное, посмотрели, как тут выращивали, накупили огурцы, помидоры, естественно, потом все тоже пуздохло, в общем, друзья мои, это большой труд, это просто кажется, что там что посадил, и давай, тут тебе будет расти, это нужно ухаживать, ну, это знайте, мне нужно рассказывать, поэтому, в общем-то, ну, мне это нравится, мне это реально нравится, и вот, как говорится, бодливой корове, бог рога не дал, мне бы, конечно, побольше земли, мне бы, конечно, это бы, фу, такой сад какой-нибудь хороший разбить, чтобы было просто, потому что, понимаете, тут на этом участке как-то пытаешься вроде бы все, ну, как-то более гармонично сделать, но все равно не хватает места, поэтому у меня вот какие-то тут кучаточки цветков, цветов там кусочек, тут где-то морковка, и все вот такое, все вот иногда вперемешку, поэтому у меня вот последние несколько лет у меня бзик в горшках, да, то есть я много цветов сажаю по горшкам, и потом в течение лета я их, точнее, в начале лета, когда они бзик подрастут, я их раскидываю по целому огороду, иногда переношу в зависимости от солнца, и это хоть как-то, ну, мне это, по крайней мере, да, очень нравится, что можно вот так себя облагородить цветами, максимально сад, огород, вот когда вот мало возможности где-то там их посадить, да, потому что, конечно, земля, это просто каменная здесь, то есть это очень некачественная, то есть мы стоим, у нас де-факто, да, это то есть и листая, и листая, и такой, как здесь уголь добывали, да, то есть такие, именно как каменные, эти пласты каких-то сланцев, черт поймет, что, в общем, здесь земли вообще нет, особенно когда вот сейчас у нас делают здесь скоростную автодорогу, автодорогу, скоростную железную дорогу, то очень хорошо видно, вот как эти пласты, на сколько там десятков метров, это все снимается, укрепляется, делаются стены противозвуковые и так далее, и там просто видно, что на чем мы все стоим, поэтому здесь, конечно, с качеством земли катастрофа, и, в общем, конечно, вот и у всех здесь у нас мало земли, а у кого много, тот с этим ничего не делает, то есть вот даже видео, как мы гуляли по Кладно, то сами тоже могли увидеть, что у людей практически ничего нет, кроме, может, пару деревьев, в общем-то, ничего больше нет абсолютно, это, наверное, только не, наверное, а только мы здесь, нет, ну, еще один дом вот есть, но у нее очень огромный участок земли в начале улицы, но у нее корочки еще, но на них продает яйца еще, да, поэтому коры у нее, и вот у нее там большой участок, там она, да, там у нее деревьев много, и вот она что-то там выращивает, а в остальном никто и ничего, поэтому только у нас, наверное, вот такое вот обилие всяких разных вещей, вот так вот, ну и, конечно, для меня еще одна проблема здесь, как для садовода-любителя, это биомуцерп, о котором я вам говорила, это большие баки нам не дают большего по размеру, потому что это все рассчитывается по количеству проживающих человек на площади, зависит от площади участка, и сколько человек живет, поэтому они, я уже говорила, ну давайте там я доплачу, просто нам не разрешили, нам не дали больше бак, вот у нас такой бак, который вы видели оранжевый, или какой он, коричневый, да, оранжевый, коричневый, да, который идет для биомусора, и он вывозится раз в две недели, вот начиная, вот сейчас у нас, сейчас два раза уже вывезли, и до октября где-то, конечно, мне этого не хватает, я не успеваю просто ликвидировать, я еще только сейчас ликвидирую, много мусора, который у меня остался биом с прошлого года, да, вот эти осенние уборки, то есть для меня это реально не хватает, если небольшой участок, травка, ну там что посекала, посекала, скосила траву, ну, параллистиков, пару веточек, и в принципе вам этого достаточно, мне не хватает, вот это у меня как бы следующая проблема, сжигать здесь, кто-то тоже написал в комментариях, сожгите, но в принципе, грубо говоря, можно сжечь, но обычно такие вот акции нужно, лучше всего есть на сайте, официальная страничка пожарных, я уже не помню, это то ли, по-моему, по-моему, либо по среде чешскому региону, либо кладинске, в общем, я не помню, это мы делали давно уже, все там должны заполнить формуляр, когда, во сколько, какой дом, что вы будете делать, естественно, вообще такие акции запрещены, когда жаркая погода, потому что это риск, естественно, пожаров, поэтому вообще нельзя ничего, но вот когда такая вот, как бы нормальная, нет никаких угроз пожаров, то спокойно можете, но, в общем, обязательно нужно, нужно сообщить об этом, и, конечно, есть у нас тут один сосед, буквально через участок, очень проблематичный дядечка, дедушка, который, в общем, всегда при возможности, очень любит здесь право покачать, поэтому мы с ним уже тоже тут, когда только дом купили, пытались тоже сжигать, какие-то вещи, немножко дым был, но это, он единственный, у него единственного были проблемы, когда мы говорили, что, окей, вызывайте полицию, вы же и заплатите за этот выезд, потому что мы на интернете написали о том, что мы нам официально, в общем, разрешили, не запретили это сжигать, ну, ушел такой весь, наш, наш тываный такой, разорлившийся, поэтому, конечно, с этим здесь, грубо говоря, можно, но это очень такое напряжное, напряжная вещь в плане сжигания, это вот, говорю, следующее, следующее такое, ну, вот и в плане, если уж у этого мусора, выкидывать и всякие, та же проблема, электро, приборы, холодильники, всякие разные, что там еще, стиралки и так далее, и так далее, то есть вы не тоже, ну, грубо говоря, там ночь можно, наверное, как-нибудь, что-нибудь поменьше вытащить и бросить, и там, по мусорке, наверное, увезут, может быть, потому что у нас мусор вывозят раз в неделю, но, не знаю, тут обычно это никто ничего не делает, есть специальные места, которые вы тоже можете найти на интернете, так называемые сберные, куда вы можете привезти свои электроприборы, вот эти все, да, отработанные, то есть туда это все свозится, так же, как и есть места, куда привозят большую, вот эту бекрамку, там вот перестороннее привезти, выкинуть, то есть вот, в общем-то, тут не принято возить куда-то в леса, хотя иногда можно тоже встретить какие-то такие мусорки, но это все-таки не так часто, как, например, у нас, все-таки с этим люди как-то больше, наверное, ответственности, вот, ну, и в плане, вот, как я сказала, мебель и электроприборы, это вот здесь четко все прописано, или, в общем-то, это соблюдают. Ну, конечно, наверное, в плане погоды, но это, наверное, везде такая вещь сейчас наблюдается, что очень, у нас, по крайней мере, ранее теплая весна, и потом все равно приходит такое охлаждение, охлаждение аж до, похолодание аж до морозов, поэтому, как и в прошлом году, уже начали богато цвести абрикосы, и пришли морозы, несколько дневные, и померзли все абрикосы, и это проблема не только, как бы, на Ашабу, вот именно, ну, скажем так, в регионах, ну, например, на Моравии, я даже недавно смотрела программу, о том, как фермеры именно повыращивали огромные, у них сады, гигантские яблок, яблок, и вот как раз-таки тоже мерзнут, по-моему, ябрикос, по-моему, то же самое, они говорили о том, что только 40% урожая собирают, потому что эти морозы уничтожают очень много деревьев, и им приходится несколько, например, ночей подряд костры или специальные, как уже называют, такие посвечки, что ли, да, специально зажигать через каждое какое-то расстояние, чтобы вот этим дымом, этим всем как-то вот сохранить хоть как-то урожай, ну, конечно, тоже не дешевая вещь, накупить на огромные гектары садов это все, поэтому, конечно, это не только проблема для вот таких мелких садоводов и любителей, но и для фермеров, крупных, которые занимаются выращиванием, ну, вот так вот, друзья мои, так что, наверное, такой коротенький влог с нашего сада огорода я вам сейчас показала, естественно, буду показывать, когда это уже начнет все вылезать, цвести, естественно, засадим вместе, потом помидорки покажу, ну, и, конечно, еще будем докупать помидоры и огурцы, эти вещи, мне нужно перец сажать не буду, у меня с перцем тоже следующее, растение, которое не растет, это перцы, это я не знаю, ему здесь просто не нравится, вот, поэтому обязательно съездим в Хладок, смотрите, обязательно, найдите видео из садового центра Хладок в Праге, будет обязательно тоже видик, потому что нам нужно будет этого закупиться, ну, и будем сажать грибы, вот у меня здесь грибочки, будем с вами, в прошлом году посадила, но не знаю, в чем была ошибка, не получилось, это, по-моему, шампионы были, а в этом году будем сажать с вами классические, как они называются, опята, да, подобие, уже знаю, где была ошибка, попытаюсь вырастить опята, что же, друзья мои, я надеюсь, этот слог вам понравился, понравился, пишите, как всегда, комментарии, ваши наблюдения, ваши советы, ваши какие-то комментарии в плане улучшения, какие-то идеи подбрасывайте, вы знаете, что я очень люблю читать ваши комментарии, вообще в прямом смысле этого слова, поэтому всегда им рада, добро пожаловать, добро пожаловать новым подписчикам, которые появляются на моем канале, в нашей большой семье, все, всех люблю, обнимаю, целую, кошка здесь, что-то хочет, и до встречи в новых звугах и видео, па-па-па! па-па! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok